Продолжение следует... Продолжение следует... И еще одна редкая книга — это «Если звезды зажигают». Вот она очень зачитана читателям, и я думаю, что это является лучшим памятником вообще, лучшим признанием писателю, когда в повести уже вот-вот должна и вся книга быть списана по ветхостям. Александр Александрович Булогов 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России. Александр Александрович является составителем сборников «Устье». Вот сборник, где очень многие псковские писатели, которых уже нет, тоже очень редкая книга. А также «Синева берегов», которая представлена, вышедшая в 82-м и 83-м году. Сборник «Озвейни» в 88-м году. Вчера и сегодня, 20-й век, это антология псковской литературы, по которой работаем мы, по которой работают все читатели. То есть это свод всей псковской литературы. Александр Александрович является заместителем председателя приемной комиссии Союза писателей Российской Федерации и членом Высшего творческого союза Союза писателей Российской Федерации. В 83-м году за книгу «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей Российской Федерации за достижения в прозе. В 95-м году премию администрации Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006-м году премию Василия Макаровича Шукшина на конкурсе «Светлые души». Короткий рассказ. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Ну вот, сегодня у нас все-таки тема войны, и мы хотели бы, чтобы Вы рассказали бы о Вашем военном детстве. Это был город Орел. Да. Военное детство, да, пожалуй, так можно назвать, потому что я встретил войну или война, встретил меня, когда мне как раз исполнилось 9 лет, и я закончил первый класс. При советской власти очень трудно было поступить в школу до 8 лет, не принимали. А позже выговаривали родителям, почему не отдавали родителям. А я родился 7 сентября и попал, я не попал в школу годом раньше, потому что эти 7 дней мне не дали права. Я плакал, конечно, как мама рассказывает, я говорю, не может быть, она ревела целый день, потому что все портфели, тогда давали портфели, давали книжки, давали форму, я не помню, уже позже, помню, давали. Вот. И войну я увидел буквально через год, потому что немцы с быстрым своим движением огибаем обогнув Москву, потому что там они получили первый совершенно неожиданный для них удар от лет Советской Армии, или Красной Армии тогда еще. Вот. И заняли в октябре месяце город Орел. И до августа 43-го года я жил в Орле. Мама содержала нас, отец был в это время в Ярославле, мама проводница вагонов, естественно, зарплата у нее невысокая, но тем не менее, как и всем работникам железной дороги, да, может быть, и всем людям, давали бесплатное жилье. И мы, железнодорожники города, жили в рабочем городке, которым назвали монастырь, женский монастырь. Сейчас моя правовнучатая внучка является лучшим иконописцем края средней полосы. Она закончила художественную академию, религиозную, я имею в виду художественное отделение. Мы были в храмах, с женой вот ездили, когда в Орел, и видели иконы, сделанные нашей внучкой совершенно неожиданной для нас, талантливейшей человеком. Но не в этом дело. Дело в том, что когда вас, наверное, и наших слушателей, и зрителей интересует, как проходила, как наша жизнь проходила, потому что я немецкой жизни не знаю, как проходила. Это была оккупация. Это была оккупация. И в рабочем городке, который в 30-е годы, в начале 30-х годов, был оттуда выселен монастырь, женский монастырь. И весь этот городок, это крепость, обнесенная стенами, кирпичными, высокими, на углах, на каждом пересечении стен стояла часовня, а посередине стоял огромный, многовместительный, прекрасный по виду, по фотографиям я могу судить, храм этого монастыря. Монастырь, значит, в монахине куда-то делись, я не знаю. А он был действующим? Он действующим до 30-х годов. И весь этот рабочий городок отдали железнодорожникам города Орла. И поэтому мы получили келью. А келья – это одноэтажный дом, пятисистемный, огромный, с сараями с левой и с правой стороны. С тремя комнатами каждая келья. И с погребом внутри. Это на окраине города. Сейчас этот город уже расползся и, конечно, утопил в своих улицах и переулках этот рабочий городок. Хотя он и сейчас все-таки находится у самой реки, у узла Получного моста, который я описал в одном из рассказов. Железнодорожный, высокий, огромный, через реку Акуева, с пол-калометра, наверное, длиной. Огромный. Или может быть чуть поменьше. Перед оккупацией, понятно, все волновались, все плакали, все собирали вещи, не знали, куда деться. Монастырь – это, в общем-то, локальное место какое-то. Все друг друга знали, улицы, родственники поселялись и так далее. И мама что-то собрала, узлы какие-то, и мне достался, я вспоминаю, какой-то узел нести надо было. Мы все плакали и ушли за город, то есть куда-нибудь в лес, потому что орел очень обстреливали немцы. И бомбили, и дальнобольные орудия, и гибли люди, и в наш монастырь попали зажигательные бомбы и так далее. Видимо, от наших бомбардировок, потому что там стояли танки, а танки были наполовину спрятаны землей, они вырыли. И немцы каждое утро, я только слышал песни, да, мы когда вернулись перед оккупацией, подходим к дому, на нашем доме, на дверях стоят три креста, мелом написанные. Мы не знали, значит, разбит замок и разбито окно одно. Ну, в общем-то, все цело. Главное, что и повещений каких нельзя было. Это, оказывается, Куртельмейстер, полка, одного из полков Гудериана, фельдмаршала, танкиста немца, который потом потерпит поражение под Курском, на Орловско-Курской дуге. Здесь разместился самое удобное место для них, монастырь. Среди деревьев зеленых, маленькие дворики, маленькие дома. Вырыли ямы такие, что ли, заезды, и танки спрятались. И это были танки, которые впервые были на фронте. Это были «Тигры» и «Пантеры». И «Фердинанды» — стреляющие орудия. Не без поворотных башен, а машина поворачивается и стреляет. Потому что поворотные башни — это только на танках. Вот мы пришли. Три креста обозначали, что в этом доме поселится трое экипаж одного из танков. И правда, через день входит поющая, орущая, говорящая громко очень, с чемоданами, с узлами. Военные люди чувствуют. Говорим по-немецки, мы не можем говорить никто, ни одного слова. То, что в школе старший брат и сестра заучили, так они там «Данке», «Гутен Морген». Или что-то там еще по 20-30 слов знали, если в немецком языке. Они уже в пятом классе были. Вот. И все. Нас выселили, значит, в прихожую и на кухню. Представьте себе, пятеро детей и мама одна. А в три комнаты, три комнаты, одну занял обер-лейтенант. Я в вагонах, в погонах, вернее, извините, разбирался, что такое ультер-офицер, обер-лейтенант, штаб-лейтенант. Они же переговаривались и так далее. Вот. Они поставили себе койки свои собственные. У них были не в танке, конечно, они хранились. Но танк их был, танки были закопаны на всей территории Орла. Это приблизительно, вернее, городка рабочего. Это 100 или 150 метров, каждая стена. Огромный. 107 келей было двухместных. Значит, 200 с лишним монахинь было. Вот. Нас не выселили, поселили и совершенно отмежевались от нас. Они с нами не разговаривали, ничего не делали. Только просили, несколько раз попросили вымыть посуду. Они в котелках ходили на кухню. Денщик. Да, у них, значит, был денщик. Четыре человека в экипаже был. Денщик. Унтер-офицер и два офицера. Кто из них был командир, кто командир, я сразу узнал. Вот, понял, кто такой. Вот так. И с этого дня жизнь действительно показалась, как будто по волшебству изменилась. Как будто цвета изменились. Потому что мы слышали каждое утро пение солдата. Немцы очень любят петь. В строю, как и наши, по-моему, солдаты тоже. Ай-яй, алло, ай-ла-ха-ха-ха-ха. Это вот я помню. В ушах еще звенят какие-то песни. Да. И, значит, но с первым злом мы столкнулись буквально сразу же. Потому что по радио машина, ездила машина. И приглашала всех на театральную площадь, площадь Тургенева. Сейчас театр Тургенева у нас, Орловский, знаете, края писательские. Там Бонин, там Тургенев, там Пришвин, там Тургенев, там Леонид Андреев. То есть, такая своего времени литература гнездилась в основном в Орле. Вот. И, значит, ну мы привыкали. Потом есть нечего стало. Все съедено было. Потому что при оступлении наше правительство не удосужилось раздать всему населению запасы. Магазинов, хотя бы складов. Нет. Их подожгли. Зачем-то. Элеватор подожгли. Рядом стоял со стеной. Вот. И зерно черное такое уже собирали. Из него нельзя было ничего делать. Мы ходили туда. Голод наступил очень быстро. Немцы очень как-то отстраненно относились. Они видели, что мы голодные смотрим, как они что-то несут. Они каждое утро в завтрак. У них обед. Котелки такие, надеваемые крышками. Денщик ходил, приносил оттуда. И, наконец, однажды один из офицеров, не самый главный, а второй по званию, по-моему. Потому что у них были окантованные погоны и кубики. Кубики. Офицер просто с голым погоном, только с кантом. А офицеры все звездочки. Как вот у нас звезды маленькие, а потом большие, так и у них квадратики такие серебряные. Я привык, я говорить очень хорошо мог к концу оккупации. У меня память была хорошая. Много я забыл, но лучше бы это продолжать учиться. И когда есть нечего было, например, вот такой случай. Ведь не расскажешь последовательно. Да я и не готовился рассказать последовательно каких-то случаев. Да. Первый трагедийный случай в моей жизни. И мы пошли, мой сосед говорит, пошли горох на поле. А колхоз в любочих городах стоял на, я говорю, на окраине города. И колхоз, колхозные поля начинали сразу. И там были гороховые. А это был октябрь. Его уже октябрь надо было бы собирать, но не успели на наши. И все поля с пожелтевшим горохом. И мы набрали столько горохов. Я рубашку себе набил. И сам наелся так, что мне рвало все время. Дня два, наверное. Потому что я был голодный. И поедал, поедал, поедал. Штручки раз несешь. Ну, среди нас нашелся один, как всегда, как в литературе точно. Шпион. Тика, заика мы его звали. Он заикался, парень. Он немцам показал, кто был. А там, оказывается, рядом был указатель. Такой колышек и дощечка. И написано. Собственность германской армии. По-русски. Да, везде. Где склады найдены были. Там какие-то магазины какие-то. Если они успевали поставить, то стреляли сразу. Сначала в воздух. Они патрулировали улицы. Там, я вам говорил, уже стоял полк Кудыряна. Там танковый полк. Мы слышали вечный скрежет гусениц. Они выходили на учения, видимо, или на стрельбы. Тут недалеко, 2-3 километра, и уже поле. И стреляйте, пожалуйста. Вот мы все это наблюдали. Мальчишки, мальчишек. Нас не трогали они. Так сказать, зерст каких-то нет. Но первое зло меня поразило на всю жизнь. Это когда пригласили на площадь Тургенева для того, чтобы мы видели, как вешают актив города Орла. Работников горкома, обкома, даже шофера, шофера обкома, виселицы. Подъехали, много народу по радио собирали. А вы увидите, с вами, к вам обратится бургомистр города. Вот на эту площадь Тургенева, театральная площадь теперь называется, собралось там несколько тысяч, может быть, человек. Одни женщины и дети, конечно, мужчин не было. Потом подъехали машины. Машины с виселицами. И мы тогда сердца у всех. И вы, говорит, переводчик прочитал указ, что вы теперь будете жить. Фюрер-освободитель, Гитлер-освободитель, он освободил почти всю Европу. И теперь он освобождает Россию. Скоро пойдет Москва. Скоро пойдет Петербург. Санкт-Петербург. И вы будете жить и работать спокойно. И вот такое было. Но когда тут после такого вешают людей. И впервые мы видим, как этот процесс в малом возрасте, это на всю жизнь и на пять, на шесть. Хватит людей. Но потом, первое время, первые месяцы, немцы особенно не зверствовали. Потому не насиливали наших девушек. Это уже потом. А может быть и потом. У них сначала даже работал трибунал. И если они докладывали опозоренные, тем не менее еще подростковые девушку, солдату присуждали. Трибунал его не расстреливали, а отправляли на передовую. Солдата. Это первое время. Первый день. Сорок первый год. В сорок третьем году, когда они уже должны были уезжать или драпать из Орла, уже было не то. Уже стреляли, уже воровали все, что хотели. Им не разрешали грабить население. И у нас только они взяли, и то пришел один какой-то там и говорит, шерстяные вещи. Зимой. Да, шерстяные вещи. Потом стал комод открывать сам. А мы не понимали. Мама только бы не стрелял, только бы. Потому что в окна у нас мы однажды не занавесили окна одеялами. И в верхнее окно два выстрела они сделали, патрули. Выше человеческого роста, но дали понять, что косить свет. Мы сразу покосили, неделю бы не зажигали. Но ниже мог выстрел дали. Меня однажды секли. Когда мы нарвали Гороха, и он указал Тика, Таика, только бы ему жилось хорошо потом. Нас забрали. Меня, значит, второго парня, недавно он умер, кстати, письмо я получил. И девчонку. Короче говоря, мы одноклассники. И повели комендатуру. В комендатуре первое, что сделал офицер. Ныкс цап царап. Подошел к каждому. Ныкс цап царап. Вот так, коротким ударом по щеке. Не очень сильно, но кровь даже потекла. И онемелась. Ну, думаю, все. Нет, оказывается, раздевали и стали сечь на скамейке. То ли чем сикли, они не знают. То ли плеткой, то ли палкой. Но не винтовкой, конечно. Не плетью такой вот, казачьей. А чем-то таким. Десять ударов. И я спину потом всем показывал, гордясь тем, что я все сопротивлялся. Рубцы были видны вот так, на теме. А девчонка, когда штанишки с нее снимали, сдергивали, вверх платье поднимали. И мы еще, действительно, у нее была резинка тугая. И такой след от резинки на животе. Она ревела, конечно. И мы все ревели. И нам, значит, под пять или сколько-то ударов сделали. И опять второй раз. Ныкс цап царап. Офицер говорит. А немцы вообще за воровство, даже своих солдат, расстреливали сразу. У них не было такого понятия, как воровство в Германии. В 1933 году Гитлер ввел это правило. Он от полицейских переодетых в гражданское сажались в трамваи. И видели, как карманники работают. Сразу хватали его и расстреливали около трамвая. Если вы читали некоторую литературу, даже немецкую. И там, значит, было написано вор. Или что-то такое. Точно, они, ну, не знаю, как там у них, не знаю. Только по рассказам. А то, что я пережил, это да. Я недели две показывал всем свою спину. Что говорю, вот. И не как я сопротивленец, допустим, этому новому режиму. А просто как защитник отечества. Я не знал, что это такое, да. Мама мне сказала еще, ты вот сейчас подокажешься. Попока. Вот тебя опять поймают и скажут, что ты показываешь, как они. Они тебе еще добавят. Как только я понял, что они могут добавить, я все закрыл рубашку. А вы уже комендантский час, да? Да нет. Как это было бы? После семи часов. А как же? После семи часов все просто... Это мертвый был город. Только солдаты ходили. Патрули. Патрули ходили потвые. Потвые. Они с карабинами, не с автоматами, а с карабинами, с винтовками. Вот. Они разговаривали друг с другом. И по нашим улицам весь городок, видимо, маршрут у них был такой, что они через час вдруг оказывались опять около нашего дома. И шли в ту же сторону. Опять, опять проходит час. Опять смотрим голоса их. А дома одноэтажные, маленькие. Поэтому все слышно. Внимально. А если уж заметят, у кого горит окно, сразу стреляют. Но стреляют, первое время стреляли в самый верх, чтобы людей... Но когда в двух-трех домах это обнаружилось, то все передают, соседи-то друг другу. Мужчин нет, никого нет. От 16-15 нет никого. Вот такие и женщины. Это была картина, конечно, какого-нибудь классика. Ну вот глазами ребенка-то страшно. Вы знаете, что два чувства как-то близки нам, как пушкинская строчка, к сожалению, употребляя не по этому поводу. Потому что, с одной стороны, любопытство было все-таки. Как они заряжали, как они на стрельбище уезжали танки. Как мы бежали, как до 7 часов. Часов-то не было ни у кого, конечно. Все радиоприемники были деконфискованы. Все радиоточки тоже немцы забрали. Вот. И... Да, по поводу страха. Конечно, страх был неминуем. Страх от голода, когда уже нечего стало есть. Когда мы стали ходить по деревням. Когда мама стала носить иконы, свои подвенечные иконы. Сначала свечи отнесли, оставила свечи такие. Какие-то белые свечи были, такие чем-то обвиты. То ли лентой, то ли цветами, не знаю. И Христа такая икона. Вот. И когда наши налетали на... Нашу разведку, наверное, доносило, что здесь находится гудериановский полк танковый. И наши бомбили, наши бомбили рабочий городок. Ой-ой-ой-ой-как. Но в каждой келье был такой погреб. На кухне. Как приподнималась дверь, крышка и человеческий рост. Там можно было хранить мешки, картошки, бочки с огурцами. То есть высокий. В каждой келье в этом доме был. Ну, он построен был для монахи, которые, так сказать, не ходили в магазины, а пользовались этим. Ну, вот. Значит, когда загорели... Да, наши бомбили. Наши бомбили мост, во-первых. Причем самолеты я видел десятки раз эти. Это бомбардировщики, тяжелые бомбардировщики. Они были как мухи. Вот. Или как комары. 5-6 километров высоты. А может быть там, я не знаю, не мерил, как говорят. Но некоторые прожектора даже не доставали их. Десятки прожекторов городских и особенно в городки полковых немецких танкистов. Я узнал вот такое вот линза. Она, значит, и так поворачивается, и так поворачивается. И густой луч такой приблизительно, ну, кажется, метрового диаметра с концентрированным лучом. И вдруг иногда попадал самолет, и все прожектора сразу его ослепляли. А он двигался высоко. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот такой. Это бомбардировщики были. Они бомбили мост, но не попадали. Они десятки, сотни бомб сбросили, ни одна не попала. Мост был одноколейный, узкий, длинный, почти километровый, через реку Аку. И они бомбили, конечно, видимо, были агенты наши, замаскированные, может, разведка была. Пол Гудериана. Гудериан готовился к победе под Курском. Под Москвой уже они потерпели поражение. Мы знали об этом. Москау, Москау. Они там уже раненых привезли. Они там своих потеснили кого-то, кого-то выселили, кого-то выгнали в сарай. Понимаете? Жителей там поставили конь. И после первого поражения под Москвой они стали жестче. Они могли ударить. Они бордели открыли. Понимаете? Они затаскивали там. Конечно, я узнал первый раз слово, что такое французское. Мне объяснили сразу взрослые ребята, что это такое. Там говорят солдатские, а вот офицерские. У нас самые лучшие здания такие выборы театральные, где был дом терпимости. А мама говорит, да где дом терпимости? Это что она не воевает? Бордер, бордер. Какое-то слово придумал. А я откуда знал, был дом терпимости. Думаю, там пытка, наверное, пытают. Вот такое дело. И мы, значит, ходили в деревню. Только деревня спасла город. По крайней мере, в нашем рабочем городе. Потому что мы голодали ужасно. Я не знаю. Меня тошнило, когда вдруг я видел, что человек идет и жует хлеб. Но не такая голодовка была, как в Ленинграде. Конечно, потому что там какие-то запасы оставались. Это был не тоже патриархальный центр, вернее, участок города. Но патриархальный, рядом деревня. Да, вот деревня. И вот деревня там, мы туда носили все вещи, все, белье все. Занавески там какие-то, туфли, потом посуду какую-то, иконы. Мама начала с кон. Иконы брали, все поверили в Бога. Особенно в деревне. О деревне привилегии, такие преференции были бывшим колхозникам. Что сажайте, что хотите, выращивайте. Все это ваше. Земля теперь будет ваша. Кончится война, будет законодательство особое. Это русский бургомистр. Он объезжал обычно на машине, на лошади. Все свои, по всему городу. Бургомистр был старов его. Я помню, его поймали и его повесили. Как Власова в свое время и Краснова, и Ярова. Вот. И, значит, на второй год уже все. Совсем было голодно. Очень плохо, очень голодно. Да и вот такие тощие были. Просто все. Есть нечего. Варили суп из моркови. Да, самые прекрасные щи были из... Во дворах, во всех, огороды сразу же появились. Свекла. Вот бодвинья. Бодва как это называется, да? Свекла. Да, бодвинья. Ее отрезали. Бодвинья. Нет, оставляли 3-4, чтобы все так зрело. А, значит, это самое, вот эти листья, листву резали точно так же, как щавели или там что-то. И в варилище, но надо еще что-то. Нужно либо масло, либо соли. Соли, очень мало было соли. Ходили там менять, часы там свои, обручальные кольца или там рубашки какие-то, или постельное белье. У нас был, я помню, комод. Ну вот, поменьше вот такого высоты. И, насколько я помню, все были ящики такие нежные, они заполнены бельем было. Там были рубашки, там были простыни, там были поддеяльники. Я стараюсь вспомнить, потому что с этого времени, с 80-летнего возраста, я уже ничего не помню. Наш дом сгорел. Сгорело все. Когда наши бомбили гудеряновский полк, загорелся, а дома друг к другу прилеплены, сараями соединены, в связки. Просто вот один горит дома, второй бывает. И вот тут и бомбили наши в это время. Это во время оккупации было. Немцы-то в танке, они сразу заревели моторы, куда-то развели их и все. А самолеты, главное, зажигательные бомбы бросили на несколько наших. К сожалению, на несколько домов. И несколько улиц сразу загорелись. Сразу сплошной, вот такой, как знаете, в кино, оборудено. Вот идет огонь, там горит Москва. Так и здесь. Сгорело 69 домов. Всего 107 домов. Потому что мы адресат знали, рабочий городок, номер 107. Мы знали, что последний дом, где находится. И маму в этот момент, когда мы выносить быстро с сарая на сарай. Еще соседи говорят, воды-то не было, чтобы, понимаете, не песком. Бросали землю, бросали, чтобы там не... Ну, перекидывались об них. Дымилось, 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 дымилось. Моя крыша, на которой я задарал, вдруг она фырк и вспыхивала. Это я ведь, ну, я не так переживал глубоко, а я больше любопытствовал. Как интересно. А теперь где загорать-то будешь? Думаю, выносили, да. И маму в это время осколочные бомбы. И ей вот сюда попало, просто пробило руку, все. Она какими-то своим боростыней, вот те, которые просто не были. Она рвала. Это при освобождении Орла? Нет, нет, нет. Это во время оккупации. Это просто во время, да? Во время оккупации. Во время оккупации Орел бомбили ежедневно то немцы, то наши. А вот при освобождении, вот наступил, наконец, тот день. После освобождения, да. Ну, во-первых, надо сказать, что однажды два-три шага немцев, стоящих у нас, я видел. Потому что они увидели, что мама заболела, какая-то странная болезнь, ну, то есть температура. И подошел офицер, командир танка, обер-лейтенанта, такой красавец такой, хорошо одетый, чистый, всегда убывали, всегда оденый. Вот так, но не ладошкой, а теле стороной, лоб, и что-то. Франц, он приедет, деньщик, причем дисциплина была жуткая, деньщик перед ним вытягивается. В одной же, в одном танке еду, он сразу, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, шней, 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 он ток, и сразу назад. И он побежал куда-то, в санчастье, как выяснится потом. То есть таблетки привез, и говорит, трык, трык, бита, 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 да, я, открывай рот. Вот так, он не хочет к ней дотронуться, того, что может быть, боится, может быть, это какой-нибудь тиф или что-то такое. А у него просто была простуда в горло. А потом, когда, значит, он пригласил же фельдшера какого-то, он вот так раз и говорит, о-о-о, левелево, курдая, левелево, ток, а-а-а-а, успокоился. У него горло, говорит, она легкий, послушал, год, в сердце, год, 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 а-а-а-а, ушел, врач. И наш, говорит, ну, слава богу, но тем не менее, таблетками он помог, он убил температуру ей. Это первый жест такой, нормальный, совершенно естественный жест. Но, в общем, они даже объедки свои не давали, не положено было. Вот они получили команду такую, не давать. Понимаете, нет, вот, допустим, они едят, и обед у них, да, и вот он выносит, мы едем, что на помойку он выносит. Выносит, выплеснет туда суп, гороховый суп, я помню, все прям, как будто каждый день ели. Потом второе, что-то, у них котелки были такие, закрывающиеся, и фляжки у них были обмётаны, так скажу, шерстью. То есть, не остывал там чай и кофе, фляжки такие были, или кожей, и такой петелька была, чтобы на ремне носить. Ну, надо сказать, что мы у них воровали кое-что, хоть, допустим, мы запалы воровали, да, ну, не я, не я, не я, а постарше там у меня был, приятель потом, с которым мы ездили поступать в школу юнг после освобождения, он приходит мне и вот так вот показывает там запалы. А запал это вот такой металлический, как, знаете, вот конфеты такие, вот, хватит, такие узенькие, вот такой. Чтобы запалить их? Он, нет, тротила, коробка тротила, и там отверстие, туда запал вставляешь, и шнур, бихорно, поджигаешь, и все. Ну, это вот вальс победного дня, а потом нет рук, а потом нет глаза. Совершенно верно, у нас так и было, и рук, и не было, и то, что я писал, это правда. Ну, в этом вальс победного дня. Да, совсем верно. Здесь это происходит в госпитале. Совершенно верно. Это его потом в госпитале. Меня лечили первый раз от ТИФа в госпитале, где, извините, и было... От ТИФа? От ТИФа. От ТИФа в Орлео заболело половину народа. Потому что они в контакте, ни врачей нет, ничего, антибиотиков нет и так далее. Вот, и, значит, то еще. Вот эти бомбежки кончились, бомбардировки. Начались обстрелы, наши обстрелили у тех же немцев. Уже с другой стороны, тяжелыми орудиями, много километровыми. Около нашего дома, кстати, стояло орудие, гаубица. Когда первый раз она выстрелила, это было, знаете, 43-й год, когда наши подходили уже. Когда она первый раз выстрелила, у нас два или три стекла, ну, не все, которые были замазкой не замазаны, а так болтались. Они разлетелись. И мы чуть не оглохли. Просто так бахнуло, что просто ужас. Мама говорит, господи, Леоков. Потом смотрим, второй раз бахнуло, третий раз бахнуло. Но это вот уже к освобождению. К освобождению, да, уже в августе 43-го года. Началось приблизительно, настроение немцев соединилось после московской битвы. Это в декабре. Потому что они хмурые стали. Они перестали петь песни. Или такие, марш какой-то. Дальше они перестали исправлять до день рождения фюрера. В апреле, по-моему. 22 апреля. 22 апреля, да. Он первый раз, когда мы увидели немцев пьяные, все как один. Все как один. И стреляют ракеты, пистолеты. Но это в 41-м они исправляли. В 41-м. А в 42-м уже не стали. Уже нет. Вот единственный раз я видел праздник фюрера. Когда я спрашивал, он говорит, фюрер, фюрер. Поштейн, хо, швайн, ра, эна, враус, век. То есть, уходите. Вот так, такие бывают. Но бывали ведь убежденные антирусисты. Немцы, убежденные просто. А бывало просто нормальные какой-то. Просто солдат. Дело в том, что в Германию были угнаны, не угнаны. А как ты возьмешь? Сейчас мне из наших секретных отделов прислали мне. У меня сейчас племянник, полковник в Орле, командир антикровник, как называется, террористический. Комитет, по борьбе с террористическим. Да, по борьбе с террористическим. Он полковник. И он когда, где сажат, так я его достану. Анатолия Александровича, то есть, брата его, который умер уже. Но старше меня он был. Он, значит, я почему так говорю, потому что их, ему было 13 лет, а сестре 15. И их увезли в Германию. Ну, это первый год был, сразу после оккупации. Но они обходились очень хорошо. Дали по мешочку им, мешочек в мешочек, такой какой-то мешочек. Но уже не льняной и не хлопковой, а какой-то искусственной ткани. Но крепкой ткани. И каждому дали, и, значит, их собрали в Германию. Но мы не то, чтобы рыдали и вообще бились, а потому что была надежда, что они с голодом, потому что им сразу дали паек. И разрешили половину паека отдать родным немцам. Потом их посадили в вагон, и мы их отправляли. И вот сейчас фотографии у меня дома сейчас. Я знал, что у нас разговор такой. Мой брат, ему 13 лет. И по Аусвайс. Паспорт. Да, паспорт. Значит, все его, фамилия, там все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Сестре 15 лет. И их направили в Пренцбург. Это север Германии. На севере Германии. И они попали. Их как на базаре. Их построили всех. Потом, когда он вернулся, его освободили, кстати, американцы. Американцы, они освободили Френцбург, север Германии. И поэтому сразу им дали, что пора, чего-то. Вот, значит, одежду какую-то дали. Пропитание дали. И обращались. Но не в этом дело. Дело в том, что я смотрю на него. И вот, когда я получил документы, к сожалению, брат мой умер уже. Я бы с ним поговорил. И он рассказывал, как он попал к хозяйке. И хозяйка плакала и любила его только. И говорит, Толи, а у нее муж мой. Аугуст. Аугуст. У них имя. Аугуст. Она как-то. Штатурель. Штатурель. В городе Орле. Она чуть-чуть, да, ты же. А он же сказал. Штатурель. Штатурель, да, Штатурель. И она, говорит, так вот, рассказывает. Я понял, что он служит там. И она говорит, ты будешь сам. Сон, как-то она. Сын, почти, почти как сын. Потому что у нее было еще двое детей, двое девчонок. Маленьких. То есть убрали у них уже. Или всего у них было. Я одна людей, не знаю. Но муж ее воевал под Орлом. И говорят, а, нет, нет. Он погиб под Орлом. И она еще, он когда приехал, он сказал, может быть, тебе попадется березовый крестик. А они ставили березовый крест. Никаких других. У них береза, и крест, и номер. Номер не фамилии ничего, а номер вот этой. У них на шее, на груди, вместо креста висела такая табличка. Его фамилия, имя, отчество, часть, где он служит. Когда зам, я не знаю, что там было написано. У солдат, у солдат, у всех. Он из нержавеющего материала. По-моему, алюминий или дюраль. Потому что он не гнулся, но и не ржавел. К сожалению, наша передача. Ну а вот 9 мая. А, 9 мая. Это последний вопрос. Сейчас. Я скажу, значит, мы, конечно, когда под Курском, на Курск они шли, благодаря танке наши, бензинов столько было, понимаете, бензиновые, заправщики с ними, с песнями они, они боевые песни пели, причем такие марши у них были, вагнеровские. Вагнерские. Аликарду Вагнер. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. То есть они настраивали сами себя, что под Москвой-то мы потерпели поражение. Первое. Первое за все время. Бельгия, Голландия, Дания, Франция, Польша и Норвегия. А Норвегия вообще союзная. Италия союзником была, не просто пропущена. Так вот, они чувствовали себя, даже после Москвы, что они дадут. Они нашли поле под Курском. И это, как оно называется, поле-то, поле-поле-поле. Где танков развернуться. То есть пять километров сюда, пять километров сюда. Поле чистое. Две тысячи танков с их стороны. Две тысячи танков с нами. Курское битко. Курское битко. Да, Курское битко. Это Прохоровское поле. Прохоровское, да. Польское. И туда они с песнями такими, с лицами такими, на нас не обращали внимания. То есть не в лучшую сторону, не в плохую сторону. Просто, там, они готовились. Марши всякие подписывали, что-то там. И танки ушли. Танковый полк. Я только слышал, что Гудериан. Они произносили. Он разобьет их. Это не год, который там под Москвой, понимаете, потерял. Гудериан тоже был под Москвой. Но они хотели уже с юга большое, оказывается, вот такое оцепление сделать. И через несколько дней возвращаются. Грохот оттуда с курской стороны был. Какой-то волк такой. Несколько дней. И вот они возвращались. Наши их там разбили так, что танки сцеплялись и рассказывали, что танкам было не проехать. Вот как у вас, вот здесь, вот там проехал. Нет, потому что назад уже ему подпирают. Сюда когда-нибудь... Фильм его даже. Абсолютно точно. Юрий Васильевич Бондарев. Да. Он, кстати, у меня жил здесь, в Пскове приезжал сюда. С женой, с дочерью. Мы с ним большие друзья. Вот. Он обо всем, обо всем рассказывал. Как, что и как. А он как раз был... Лейтенант. Лейтенант, да. И Евгений Александрович Маймина рассказывал, который был командиром сорокопятки. Маймина, и возможно, представить на войне. Прощай, Родина. Да. Ну, показывал у него фотографии свои. Много. Когда он у него на грабах. Да. Это у меня в книге. На каждой странице он. Как человек, которому я очень обязан. Ничем... Маймина. Маймина. Маймина.